Глава 6, подзаголовок 4. Обреченность незащищенного мира. Несмотря на ложные заявления арабов об агрессии в кавычках Израиля, Соединенные Штаты оказывали Израилю щедрую военную помощь со времени шестидневной войны. Эта помощь во многом способствовала процессу примирения арабов с Израилем, поскольку постепенно убедила некоторых арабов в том, что они не смогут уничтожить Израиль. Укрепление этого восприятия и передача его арабским режимам и организациям, которые еще не усвоили его, — это реальный путь к достижению прочного мира между Израилем и арабами. Этот процесс разочарования медленно, но неуклонно развивался в отношении арабских государств к Израилю. В 1948 году все арабские режимы считали, что будет нетрудно уничтожить 600 тысяч евреев, сосредоточенных на крошечной полоске земли. В 1967 году та же узкая полоса все еще служила большим соблазном для арабского нападения, и Сирия и Иордания присоединились к Египту в попытке задушить Израиль. После провала этой попытки в шестидневной войне стратегическая ситуация Израиля неизмеримо улучшилась. Благодаря топографическому расположению гор Иудеи и Самарии населенные пункты и их аэропорты оказались вне опасности земной молниеносной атаки арабских армий. Когда 6 октября 1973 года Египет и Сирия напали на Израиль, Хусейн решил не присоединяться к ним. На этот раз ему бы пришлось пересечь долину реки Иордан и сразиться с крутыми горами, удерживаемыми Израилем. Таким образом, Иордания ограничила с участием символического подразделения на голландских высотах, которое было присоединено к цирийской армии, чтобы ответить на начатую Израилем атаку против агрессии Египта в ходе операции «Кадеш» в 1956 году. В 1948 году армии пяти арабских государств вторглись в Израиль. В 1967 году три арабские армии сражались с ним, а в 1973 году он подвергся нападению только двух арабских государств. Третье присоединилось только к концу войны. В 1982 году, когда армия обороны Израиля вывела ООП из Ливана, только одна страна, Сирия, вступила в войну с Израилем, но весьма ограниченно. Во время войны в Персидском заливе 1991 года Ирак обещал сжечь половину Израиля ракетами, но не пытался начать какую-либо сухопутную кампанию. Один наблюдатель назвал это в то время «полуусилие полустраны». Нет сомнений в том, что это обнадеживающая тенденция, но мы должны глубоко изучить ее причины, чтобы гарантировать, что она продолжится, и не привести ненароком к ее прекращению или обращению вспять. Прежде всего, мы должны задать очевидный вопрос – почему уменьшилось количество арабских стран, готовых напасть на Израиль? Ясно, что это произошло не потому, что арабский мир изменил свое мнение об Израиле и внезапно стал просианистским. Как мы видели, антисионистские тенденции в арабском мире глубоко уходят корнями в структуру арабского общества и характер его режима. Конечно, от этих тенденций нелегко избавиться без далеко идущих обязательств и политических изменений, а они, как хорошо известно, не происходят в одночасье. Тем не менее, готовность короля Хусейна присоединиться к нападению Египта и Сирии на Израиль в 1967 году резко контрастирует с его отказом сделать это всего шесть лет спустя. Хусейн решил этот вопрос прежде всего, исходя из степени готовности его армии к началу войны. В 1967 году его армия разбила лагерь к западу от гор Иудеи и Самарии, а в 1973 году он разбил лагерь к востоку от них. Это различие, которое может игнорировать только совсем сумасшедший, а Хусейн, как известно, не сумасшедший. Предположительно, результаты войны судного дня также сильно повлияли на решение Анвара Садата заключить мир с Израилем. Садат, возможно, восстановил арабскую честь в кавычках. В конце концов, он противостоял Израилю целых две недели и не потерпел поражения. И, возможно, у него даже была возможность говорить о египетской «победе» в кавычках в той войне. Но Садат прекрасно понимал, что несмотря на полный расплох, в который застала Израиль война судного дня, и несмотря на потрясение, которое постигла Израиль после этого, Цахал перевернул чашу вверх дном всего через восемнадцать дней. Он окружил Третью египетскую армию и оказался в сто одном километре от Каира. Если бы не прекращение огня, на котором настаивали Соединенные Штаты и ООН, никакая сила не остановила бы Цахал на пути к египетской столице. Уменьшение числа арабских стран, вступающих в войну с Израилем, иллюстрирует фундаментальный факт ближневосточной реальности. Мир между Израилем и его соседями – это мир сдерживания, и вероятность его достижения прямо пропорционально способности Израиля убеждать в незыблемости этого сдерживания. Чем сильнее Израиль, тем больше вероятность того, что арабы согласятся заключить с ним мир «честно» в кавычках, и чем больше он проявляет слабость и колебания, тем больше шансов у войны. Это неудивительно, ведь это классическая концепция доктрины мира с позицией силы. Советский Союз в свое время воздерживался от нападок на Запад не из соображений примирения, но потому, что он опасался последствий ответного удара, который будет нанесен по нему. Шансы на тотальное нападение арабов на Израиль уменьшились не потому, что враждебность арабов к Израилю ослабла, а из-за страха арабов перед новым поражением в войне. Сила сдерживания не только не позволяет арабам, находящимся в состоянии войны с Израилем, начать военные действия против него, но также предотвращает нарушение мира теми арабами, которые уже находятся с ним в мире. Вот почему мирный договор между Израилем и Египтом, Кэмп-Девицкие соглашения, предусматривает большую буферную зону между двумя странами. Синайский полуостров – это довольно большая демилитаризованная зона, которая может гарантировать, что если Египет когда-либо нарушит мирный договор, у Израиля будет достаточно времени, чтобы мобилизовать свою армию и начать контратаку еще до того, как египетские войска достигнут границы Израиля. В то время, как во Втором мирном соглашении с арабским государством, соглашении с Иорданией, Израиль остался на всех своих оборонительных позициях в долине реки Иордан и в горах Самарии и Иудеи, таким образом сохраняя способность сдерживать будущее нарушения мира. Поэтому на Ближнем Востоке безопасность или средство сдерживания, основанное на решающей силе, является важнейшим компонентом мира и не имеет замены. Мир, который невозможно защитить, продлится недолго.